Самоизоляция, удаленная работа и дистанционное обучение. Из-за эпидемии коронавируса основная масса людей постоянно находится дома, и это повышает риски возникновения пожаров. Для того, чтобы режим самоизоляции прошел без происшествий, надо соблюдать элементарные правила. Луиза Егезарян напомнит, какие. 14 пожаров в жилом секторе, трое погибших. Такова статистика происшествий Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона за последние три недели. Причины возгораний – пресловутый человеческий фактор. В большинстве случаев к трагедии привело неосторожное обращение с огнем. Данный факт говорит о том, что граждане не всегда соблюдают требования пожарной безопасности в быту. Открытый огонь в виде зажженной спички, зажигалки, комфорки, газовой плиты способны вспомнить любые бытовые вещи, приборы, бытовую мебель и тому прочее, все горючие материалы, находящиеся у вас в быту. Оставлять без присмотра нельзя открытый огонь, включенные электроприборы и детей, которые сейчас постоянно дома. Инспекторы госпожнодзора призывают провести с ними профилактическую беседу, еще раз напомнить о правилах безопасности. Рассказывайте об опасности игр со спичками, зажигалками, храните их в недоступном месте, покажите своим примером, как себя нужно вести, чтобы не стать источником опасности. Каждый ребенок должен знать, как вести себя при пожаре. В первую очередь он должен знать свой адрес, с фамилиями отчества и свой номер телефона. Повторите эту информацию вместе с ним. А еще повторите номера, которые следует набрать в случае возгорания 101 или 112. И помните, пожар легче предупредить, чем потушить.